9 сентября во всем мире отмечается День красоты. Желание выглядеть притягательно было свойственно женщинам, кажется, всегда. Во времена Клеопатры и Нефертити женщины, чтобы быть красивыми, подводили глаза и брови с урьмой и пользовались другими красящими природными средствами. Например, для окрашивания волос в те далекие времена использовали различные отвары и соки. Представления о красоте у разных народов в различные времена значительно отличались друг от друга. Например, в Испании эталоном красоты считали ярких брюнеток с черными глазами. На Руси же, напротив, красавица – это женщина с русой косой и голубыми глазами. Взгляды на женскую красоту довольно сильно отличаются друг от друга, однако все мнения сходятся в одном – женская красота – это сильное оружие. Ну-ка, приложь. Ой, принцесса. Как и есть принцесса. Правда? Ага. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну-ка. Притомилась. Упрела. Терпи. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Субтитры сделал DimaTorzok Добавить на себя объективно, непредвзято и превратить свои недостатки в достоинства, а достоинство сделать изюминкой. Автор наглядно показывает, как легко гармонизировать свою внешность с помощью геометрии. Вы узнаете, как с помощью одежды исправить силуэт, а с помощью очков, прически и макияжа добавить себе шарма. Как найти свой стиль? Как навести порядок к платяному шкафу? А заодно стать увереннее в себе, полюбить себя. Поможет книга «Ты прекрасна», которая является руководством по управлению фигурой и внешностью. Мы совершенно уверены, что у каждой представительницы прекрасного пола есть как минимум одна знакомая, которая не вписывается в навязанные современной модой каноны, и при этом самая настоящая красавица с успешно сложившейся личной жизнью. Почему же этот трезвый взгляд на вещи затуманивается при взгляде в зеркало? В себе-то мы всегда видим, что следовало бы слегка уменьшить и где прибавить, что распрямить и удлинить, что скрыть, а чему вообще ничего не поможет. Вот повод для расстройства. Ответ на этот вопрос следует искать не в спортзале или у косметолога, а в области психологии. Внешность – это то, что вы чувствуете, глядя на себя в зеркало, мудро замечает известный психотерапевт, автор книги «Хочу и буду» Михаил Лобковский. Счастливые люди просто живут, а в спортзал ходят для удовольствия. И красота, к счастью, прикладывается автоматически, в глазах смотрящего в том числе. В честь Всемирного дня красоты мы желаем вам в первую очередь быть счастливыми. Если вам нужна книга про красоту, стиль и женское очарование, обратите внимание на книгу Одри Хёбберн «Секреты стиля», написанную Памелой Кларк-Киок. Издание расскажет об одной из самых талантливых и ярких женщин истинной иконы стиля – Одри Хёбберн. Она обладала удивительным врожденным вкусом, завораживала поклонникам великолепной актерской игрой. К тому же она всегда превосходно выглядела, подчеркивала все свои достоинства и умело скрывала недостатки. О том, как сформировался уникальный стиль этой женщины, как он развивался, какие особенности характерны для него, и рассказывает Памела своим читательницам. Продолжение следует... Мы уже поняли, что красота – это не случайность. Еще столетия назад женщины знали секреты, которые помогали им стать истинными красавицами. На страницах энциклопедии «Красота и здоровье» собрана вся необходимая информация о том, какими косметическими средствами можно пользоваться в том или ином возрасте, как поддерживать себя в хорошей форме, как ухаживать за телом, а также об эстетической хирургии и ее возможностях. Здесь представлено множество рецептов всевозможных косметических средств, которые легко приготовить дома. В книге приведено огромное количество интересных фактов. Оказывается, именно Маркиза де Помпадур придумала отличное средство для удаления с лица слоя пудры и румян. Это взбитые сливки с сахаром, которые придавали коже свежий вид. А секрет ее долголетия красоты кроется в том, что для умывания она использовала только прохладную родниковую воду. Как трудно порой выбрать подходящее косметическое средство, которое эффективно справится с задачей и при этом не навредит. Профессиональные косметологи Тина Арасмиамедер и Оксана Шатрова в своей книге «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика» расскажут, что есть что в мире косметических ингредиентов, откуда берется то или иное вещество, как получилось, что его стали использовать в косметических целях, в чем состоит его благотворное воздействие и какие могут быть побочные эффекты. И, наконец, что должно значиться в составе средства, нужного именно вам. Полная полезных советов книга «Тренинг. Красота для лентяек» обучит вас искусству быть красивой с головы до пят, без опустошения кошелька и курса обучения в Институте красоты. В программе тренинга «Как определить свой тип кожи, полос и подобрать правильный косметический уход?» «Как подобрать макияж, подходящий к тому или иному событию?» «Как достичь идеальной формы бровей и найти свою красную помаду?» «Какие косметические средства и инструменты должны быть в арсенале каждой женщины?» «Как ухаживать за кожей, головы и волосами?» «Как легко сделать красивую прическу для любого типа волос?» «И как выбрать духи одни на всю жизнь?» Обо всем этом по секрету рассказывают французские лентяйки Джо Пента, Жюли Левуайе, Солидад Брави. Как же женщине всегда оставаться на высоте? Значение имеет все – ухоженные волосы, подтянутая фигура, правильный выбор нарядов и макияжа, цветущий и здоровый вид кожи. Обо всем этом подробнее вы узнаете в следующих книгах. Субтитры создавал DimaTorzok